Есть такая пословица, иная похвала хуже хулы. Наверняка у каждого из вас в своей жизни был случай, когда вы сделали что-то классное и делитесь с другим человеком своими восторгами, а в ответ на это получаете что-то вроде «очень рад за тебя». И вроде бы вас похвалили или проявили участие, но осадочек остался. Скорее всего, в этот момент вы стали жертвой даблбайнда. В далеком, теперь уже 1969 году, один из любимейших моих ученых, Грегори Бейтсон, предложил этому миру свою концепцию даблбайнда в коммуникациях. На русский язык даблбайнд можно перевести как «двойное послание» или «двойной сигнал». Дело в том, что когда мы с вами общаемся, наше общение строится как минимум по двум уровням. Это уровень вербальный, то, что мы говорим, и невербальный, как мы это делаем. И вот когда то, что мы говорим в фактической сообщении, не совпадает с тем, как мы это делаем, и возникает двойное послание. Классический пример двойного послания – это знаменитая фраза «приказываю тебе не выполнять моих приказов». Или, если совсем по-армейски, «стой здесь, иди сюда». Человек, который получает такое сообщение, не может ни опровергнуть, ни выполнить указаний. Хотя в человеческом общении ситуация двойных сигналов достаточно распространенная, и есть тысячи примеров. Наверняка и вы сами достаточно часто являлись получателем или отправителем двойных посланий. Само словосочетание «двойное послание» или «двойные сигналы» в нашем русском языке нейтрально и не несет никаких негативных коннотаций. У нас, когда мы говорим «двойные сигналы», нет никаких ассоциаций с тем, что это что-то злонамеренное, вредное, опасное и разрушительное. Почему же сам Грегори Бейтсон упорно называет человека, находящегося в ситуации даблбайнда, жертвой?